Это будет топовый смартфон 2019 года. Ну и вот он, OnePlus 7. А для этого нужно очень много денег. Но вот сейчас их реально стало жалко. Если вы хотите выиграть новенький OnePlus 7 Pro, то участвуйте обязательно в конкурсе. Все условия очень простые и они в описании. И после небольшого перерыва, потому что на прошлой неделе я был в Дании, покупал вот этот OnePlus 7 Pro, мы возвращаемся к аналитике цен. Я думаю, что вы соскучились за ней. И сегодня мы ее ясно-дево разбавим новостями и хорошими предложениями. Но, друзья, самое главное, мы сегодня будем говорить очень много о OnePlus 7. Именно 7. Потому что, мне кажется, это будет самый бомбовый смартфон этого года. Но начнем по традиции, как всегда, с самых горячих цен. И на этой неделе у нас в Telegram-канале было сразу же пару интересных предложений. Кстати, подписывайся на этот Telegram, очень классные флеш-новости там постим. Одно из интересных предложений это Google Pixel 2. Да, с этими огромными рамками. Скорее всего, конечно же, восстановленный. Но с крутейшей камерой и с до сих пор живым Snapdragon 835. И цена у него была 263 доллара. А вот OnePlus 6T упал просто-напросто, я не знаю, до низов. Версия 6.128. 440 долларов. Если хотели 6T, берите его прямо сейчас. Ну и Galaxy Note 8 сливали за 386 баксов. Это версия 6.64. Мне кажется, это три отличных варианта, хотя OnePlus 6T самый топ за эти деньги. А теперь переходим к главному. Ну и вот он, OnePlus 7. Друзья, это, конечно же, OnePlus 6T. Но по внешнему виду этот смартфон не будет ничем отличаться от своего предшественника. Разве что тыльная сторона у него будет с новыми окрасами. И, друзья, после того, как мы протестировали 7 Pro, мы увидели, что реально к 7-ке очень мало внимания. А это, возможно, будет самый бомбовый смартфон этого года. И те, кто хорошо знает OnePlus, всегда помнят, что 6, 5-я модель, ну, 3-я модель, это были более проходные. Т-шечки были всегда самые вкусные, интересные. Но, друзья, здесь немного другая история. Потому что 7-очка возьмет кое-что у 7 Pro. Непосредственно Vibro. И если оно будет точно такое же, как у 7 Pro, это очень интересно за ту сумму, которая у OnePlus 7 будет продаваться. Также, ясно дело, обновится железо 855 Snapdragon. И благодаря 7-нанометровому процессору он реально станет живучей. Так как батарея будет точно такая же, как и у OnePlus 6T. Кстати, габариты будут по сравнению с 7 Pro точно такие же, как и в 6T. Это тоже для многих будет плюс. Ну и память UFS 3.0. И по опыту могу вам сказать, что 7 Pro летающий смартфон. Не из рук, но он летает реально, потому что это очень быстрый гаджет. Если то же самое будет в 7-очке, а там будет все то же самое, то это, наверное, за ту сумму, которая будет продаваться в OnePlus 7, это будет самый быстрый смартфон. Xiaomi здесь просто-напросто рядом не стоят. Ну и еще одну вещь, которую 7-очка возьмет от 7 Pro, это стереозвук. Я очень надеюсь, что он будет точно такой же, как в 7 Pro, потому что, в принципе, он хороший здесь. Но, опять-таки, за цену, которая будет продаваться в OnePlus 7, это уже что-то. Хотя, согласитесь, те, кто владеет 6T, вы понимаете, что здесь звук достаточно хороший. Но стерео добавляет некий эффект мультимедийного устройства. Ну а сейчас давайте информацию про OnePlus 7 разбиваем очень интересной ценой от конкурента. И конкурент Xiaomi Mi 9. Из-за версии 664 в черном цвете этот смартфон пополз вниз, друзья, и уже 390 долларов он стоит. А я же вам говорил, так что ждем даже 350. Хотя 390 уже более схожа на адекватную цену. Ну и, друзья, Mi 9 SE с той же памятью и с тем же цветом, что и Mi 9, стоит уже 285 долларов. Как быстро предсказания сбываются по этому смартфону. Ну и переходим к самому-самому бестселлеру на этой неделе. Друзья, OnePlus 6. Да, именно шестерка стоит 380 долларов. Младшая модификация. То есть, однозначно, эти смартфоны еще остались на складе и их просто-напросто распродают. Как по мне, это халява. Но в будущем бестселлере OnePlus 7 меня смущает только одно. Это камеры. Потому что в 7 Pro, как вы видели в моем обзоре, они, ну, просто-напросто эти 48 мегапикселей, ну, никак себя не показывают. Там не будет ширика, конечно же. Там не будет выезжающего механизма. Там фронтальная камера, скорее всего, будет точно такая же, как OnePlus 6T. Второй сенсор будет 5 мегапикселей. Просто добавлять боке в портретном режиме. И, кстати, портретный режим однозначно будет делаться на основную камеру. То есть, он будет не как портретник, а как на Samsung S10+. Широкий угол и просто будет все сзади блюрить. Это, кстати, было на прошлых моделях OnePlus. Но при всем этом, друзья, цена. Вот вы сейчас заходите на официальный сайт OnePlus в Китае. Мы видим, что 5 июня старт продаж. Я обязательно возьму этот смартфон на обзор. И цена 433 доллара. Я конвертнул сейчас по курсу и просто был в шоке. 433 доллара. Но у меня сейчас много вопросов к OnePlus. Потому что они пошли по пути ап-брендов и много вкладывают в маркетинг. А если они вкладывают в маркетинг, значит, они в семерочке могут что-то и урезать. Как вам не стыдно OnePlus? Блин, раньше же такой классный бренд был. Но, друзья, вот из всего того, что мы собрали в интернете, из того, что мы знаем про 7 Pro, однозначно можно сказать, что OnePlus 7 отделен вниманием. Это будет топовый смартфон 2019 года. Ведь в том же Китае будет продаваться модификация минимальная. 256 гигабайт встроенной памяти. Да, Xiaomi Mi 9 в этой же памяти стоит больше 500 долларов. Самое главное, чтобы OnePlus не подкачал и доадаптировал свою камеру. Ну или хотя бы моды хорошие появились с Google камерой. И тогда этот смартфон, ну, просто будет красота. Так, ну еще по поводу цен, друзья. Mi A2 за 110 долларов. Не хотите? 432 черный. Синий и даже золотой можно. Отправляют, конечно же, из Италии, не во все страны, но эта цена просто-напросто бомба. И Redmi Note 7, наш любимый бюджетник, уже можно взять за 157 баксов в версии 3.32. А такая цена, кстати, была на распродаже Алиэкспресса в честь дня рождения. Ну и топ-новость этой прошлой недели, однозначно, которая уже всем надоела, это Huawei. И их занесли в черный список, теперь они не могут сотрудничать и пользоваться авторскими правами на территории США. Теперь от них даже отказался Google, то есть они однозначно останавливают свои продажи на территории США. Но что самое главное, кстати, Стас, а я как просто записал видео, что типа не все так печально. Но вот тот момент, что с ними заканчивается сотрудничество Qualcomm, Intel, AMD, ARM. Это все говорит о том, что, к сожалению, Huawei не сможет выпускать новые чипы. То есть их процессоры Kirin под большим вопросом, им придется на МТК переходить или на Exynos, ну или разрабатывать свою архитектуру. А для этого нужно очень много денег, так что, может быть, в скором времени мы однозначно уже забудем про Huawei. Но опять-таки, любые изменения, любые трудности, они всегда объединяют и очень часто, именно благодаря сложным ситуациям, мы идем вперед. Так что надеемся, что у Huawei все получится, потому что реально жалко их стало. Вот реально я Huawei не люблю из-за их программного обеспечения, из-за того, что они очень много маркетингов, вкладывают денег. Но вот сейчас их реально стало жалко. Все, друзья, участвуйте в конкурсе, подписывайтесь обязательно на группы нашей Telegram. Большое вам спасибо, аналитика, палец вверх, покедова.